Неожиданные изменения на улице Чака. С сегодняшним решением транспортного комитета столичной думы уже с декабря на Чака появятся велополосы. По одной в каждом направлении. Для автомобилистов это означает больше пробок и медленнее движение. А вот выиграют ли от этого велосипедисты или кто-то еще, разбирался Сергей Герасимов. Ремонт столичной улицы Чака начался в середине лета. Проектируя, как улица будет выглядеть после ремонта, таких перемен вряд ли кто-то ожидал. Пока в качестве эксперимента, но на улице Чака на полгода появятся велополосы. Те самые, о возможности создания которых говорили долгие годы. Говорили, но не делали. Такое решение сегодня принял транспортный комитет Рижской думы. Если предыдущие власти города говорили, что улица Чака обречена на погибель и жителям нужно смириться с тем, что они живут рядом с магистралью, то мы так не думаем. Мы считаем, что они заслужили жить в чистом воздухе. Сейчас работы по ремонту дорожного покрытия здесь почти завершены. И по сути, единственное, что осталось сделать, нанести разметку. И уже очевидно, это будет в том числе и велоразметка. Для автотранспорта это означает буквально следующее. Движение по двум полосам, в которых в общем формируются четыре ряда машин, уйдет в прошлое. Впредь по одному автомобильному ряду в каждую сторону. И пропускная способность в два раза ниже. Движение обязано быть достаточно медленным в центре. И это такое мягкое пересаживание людей на общественный транспорт, на здоровый транспорт, на велосипеды. Впрочем, против такого решения сегодня выступали в Риге Сатексмы. Отмечая, что вместе с более медленным автомобильным движением медленнее будет ходить и общественный транспорт. Его, кстати, будет не обогнать. Кроме того, как отмечают в Дирекции безопасности дорожного движения, такой проект велополос не будет соответствовать никаким ни латвийским, ни европейским стандартам. Часть депутатов транспортного комитета с этим согласились. Это может создать повышенную опасность как для велосипедистов, так это может создать повышенную опасность для других участников движения, которые собираются совершать правые повороты, выпускать пассажиров на остановках. Это будут появляться постоянные конфликты. К тому же совсем рядом, параллельно с улицей Чака, уже сейчас есть велополосы в обоих направлениях на улице Барона. И нужно ли еще? Городские активисты считают, что велополосы – лишь один из инструментов, как выгнать из центра машины и сделать среду более приятной для жизни. Удобство и комфорт жителей близлежащих домов, чьи окна выходят на улицу Чака – это лишь один из аспектов. Но многие призывают помнить о том, что Чака – это вообще-то магистральная улица города. И об этом говорит тот факт, что здесь, на перекрестке Салаукстана, она расширяется до пяти полноценных рядов, два из которых – это полосы общественного транспорта. А вот там, за моей спиной, магистральный Замитанский мост. Есть ли куда уводить весь этот поток транспорта? Департамент работает над объездными путями. В городе это и Аустрому магистраль, которую мы сейчас реализовываем. Мы построим переезд, мост через улицу Дзелдзавас в продолжении Брасос. Мы также подали на реализацию проекта «Южный мост 4-я очередь». Допускают в департаменте и более локальные решения. Например, вновь разрешить левый поворот Замитанского моста на улицу Перновас, чтобы часть потока увезти в сторону Валмирас. Предположительно, обустройство велополос может продлиться до декабря, а весь эксперимент – до апреля. Сергей Герасимов, Кришьяни Стоит, из Латвийской телевидения.